Девчоночки, моя соседка научила готовить меня вкусные котлеты по-южному. В общем так, южные котлеты для моих подписчиц. Кто живет на Дальнем Востоке, девчонки, попробуйте. Здесь у меня фарш. Я взяла фарш куриный, говяжий и свиной. Смешала. Добавляю мелкорубленный лук. Можно тертый, можно через пресс пропустить чеснок. Вот сюда все добавляю. Так, беру соль, подсаливаю. По вкусу, девочки, все по вкусу делаем. Сейчас я вас научу, девочки, готовить такую вкусняшку. Так, берем черный молотый перчик. Посыпаем. Слегка так по вкусу посыпаем. Так. Ручки споласкиваем хорошенько. И все это хорошенько мы с вами перемешиваем при помощи наших ручек. Перемешиваем все хорошенько. Ну а дальше, девчонки, будет самое интересное. Как получаются котлеты сочные, вкусные, не сухие, самое главное. Вот сейчас вам покажу, мои хорошие. Итак, перемешала. Далее, девочки, берем картофель. Отвариваем его до полуготовности. Вот, в мундире отвариваем. Очищаем. Очищенный картофель, даже у меня еще горячий, но я его немножко так студила, натираем на мелкой терке. Картофель отварной, в теплом состоянии. Еще раз напоминаю, что готовится картофель до полуготовности. Отправляем в наш фарш. И сразу же начинаем перемешивать, перемешивать. Сразу же. Хорошенько все перемешиваем до однородного состояния. Перемешиваем, перемешиваем. Даже можно фарш немножко взбить при помощи рук вот так, девочки, взбиваем. Но успеваем хорошенько нам перемешать. Хорошенько-хорошенько. Как только мы с вами перемешали фарш, его лучше всего отбить. То самое интересное, девочки, даже самый жидкий фарш, у нас бывает фарш куриный жидкий, у вас с вами становится густой. Вот с добавлением такой полувареной картошки, картофеля. Смотрите, девочки, уже я могу придать котлетам форму. Как дальше буду готовить эти котлеты, я вам сейчас покажу. Девчонки, рецепт меня просто поразил своей простотой и своей вкуснотой. Присоединяйтесь. Будем готовить вместе. Готовый фарш пусть настоится, отдохнет хотя бы минут 10. И можно будет готовить вкусные домашние котлеты. Осталось приготовить наши котлетки. Берем с вами сковороду. Ставим на огонь. Поставили. Далее мы с вами наливаем немножко-немножко растительного масла. Совсем чуть-чуть. Ну, примерно полторы столовой ложки растительного масла. Этого будет вполне достаточно. Дальше. Смачиваем ручки. Еще раз перемешиваем наш фарш. Берем фарш. Лепятся котлеты очень легко, потому что фарш у нас стал намного гуще, чем был до этого. Вот так, девочки. Вот так. Вот так вот, так вот, так вот. Все. Вот наша котлетка сформирована. И укладываем в сковороду. и так мы с вами поступаем с каждой нашей котлеткой с каждой нашей котлеткой поформируем формируем 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 делайте старайтесь котлетки примерно по одинаковому весу да этот рецепт мне очень понравился во-первых своей простотой и своей вкуснотой девочки очень понравился спасибо моей соседке которая поделилась со мной таким простым несложным рецептом приготовления вкусных котлет как она называет котлеты по южному потому что готовлю один в один по ее рецепту хотя я понимаю прекрасно что у любой хозяйки все равно будет вкус другой хоть борща хоть супа хоть котлет хоть макарон но я все же постараюсь приготовить точно так же как готовила моя соседка и так мои хорошие на мою большую сковороду вошло 6 котлет и сейчас я их буду слегка обжаривать на растительном масле скорее всего уже надо скоблетки перевернуть что я сейчас и сделаю вот тогда слегка слегка подрубнянились просто слегка ой горячо 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 я смогу я все смогу вот так и вот так девочки еще обжариваем также течение двух самый большой трех минут сейчас огонь я убавлю мне не надо чтобы они у меня прям все прожарились не на чтобы не так слегка подхватились и пропарились слегка вот так красота правда девчонки а вы какая-то красота вообще парфюм не все остался он нам этих будет капец сегодня достаточно а этот парфюши соберу холодильник морозильник пакетик а дальше девчонки мы с вами берем сладкий перчик и и лучок сладкий перчик и лучок девочки обязательно нарезаем лук и нарезаем перец я беру половинку перца беру одну котлетку и вот так отодвигаем и сюда коврозу закладываю перец нижней с луком и слегка-слегка обжариваю прям слегка слегка там слегка котлеты могу также перевернуть девочки чтобы нема сильно не зажаривались а лук перцем продолжаю томить на медленном огне девчонки немножко у нас с вами протонился лук вместе с перчиком и осталось слегка добавить водичку прям слегка я доливаю шейника вот так долила огонь делаю еще немножко меньше немножко меньшую огонь вот так и теперь самое интересное и теперь девочки самое интересное я добавлю в нашим котлеткам адыгейскую соль совсем чуть-чуть прям чуть-чуть сейчас покажу сколько я добавлю этой соли у девчоночки на ложечке чайной чуть-чуть добавляю соли адыгейской перемешиваю вот так перемешиваю наши котлетки чтобы они все разошлись нашем этом бульончике для котлет вот девочки я попробую ой как вкусно переворачиваю наши котлетки они у нас друзья получатся как пропаренные как пропаренные но знаете когда я попробую первый раз такую котлетку это очень сочно и это очень вкусно очень вкусно спасибо моей соседушке за такой прекрасный рецепт кстати мою новую соседку который мне посоветовал этот рецепт зовут надежда николаевна и ей уже 64 года так что девочки она в камеру не захотела себя показывать но просила передать вам всем большой привет и сказала что леночка у меня очень много рецептов и я буду с вами делиться именно рецептами из юга с юга научу вас всему чем сама владею так что вот девчонки и котлетки мы готовится я прикрою вот так крышкой поставлю на медленный огонь и пусть они мне примерно еще минут семь восемь томятся под крышкой ну вот и все мои хорошие мои очень вкусные котлетки от моей любимой соседки готовы смотрите какая то получилась красота девочки какие не пышные сейчас подождите положу на тарелочку разломлю и вы посмотрите какие вкусные котлетки а бульон от котлет вообще просто загляденье так девочки красота правда какие пышные смотрите какие не пышные сейчас попробуем на вкус ну что мои хорошие осталось только снять пробу очень вкусных котлет по южному от моей соседки сейчас попробую девочки и скажу вам какой результат девчата это очень вкусно это очень очень вкусно котлеты сочные нежные мягкие девочки вверх живи век учись честно словом говорю ну такие котлеты я еще правда никогда не пробовала вот такие котлеты стоят ваше внимание точно спасибо спасибо моей дорогой новой соседушке я в восторге если честно я просто в восторге девочки пышные сочные нежные котлеты для вас от моей новой соседки надежды николаевны обалдеть девчонки просто обалдеть мясо до того нежное как я вам говорил здесь у меня свинина говядина и куриное мясо куриный фарш но все вместе сочетание до того нежное до того вкусное всем приятного аппетита спасибо 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 моя дорогая южаночка за такой прекрасный рецепт я обалдею это очень вкусно очень вкусно девчонки всех вас очень люблю на сегодня у меня будет вся информация котлеты просто чудесные мои хорошие не забывайте заходить в гости на мой второй канал Домашняя Кухня СССР а также на два канала моей дочки с феном будем обучены рады